В ноябре отмечают День малышей, которые родились раньше срока. Сотрудники Московского областного центра охраны материнства и детства пригласили в гости своих маленьких пациентов. О детях, которые спешат начать жить, и о людях, которые помогают им, расскажет наша съемочная группа. Светлана Морева была на 30-й неделе беременности, когда ее сын появился на свет. Рожала здесь. И здесь же врачи боролись за жизнь ее ребенка круглосуточно. Сейчас Богдану Мореву уже 4 года. Вся семья не первый раз приходит навестить своего врача и поделиться успехами. Состояние ребенка оказалось, сыном моего, очень сложное, что мы даже не могли в соседнее здание реанимации приехать. Все это время за его жизнь боролись каждый день. Наталья Валерьевна, очень ей большое спасибо. Сейчас Богдану, моему сыну, ему 4 года. Он говорит, ходит спокойно в садик. Собираемся, уже готовимся к школе потихоньку. Общительный, дружелюбный, очень активный парень. Устраивать праздник матерям и их малышам, которые появились на свет раньше срока, уже традиция. Врачи организовали для своих бывших пациентов развлекательную программу. Процент преждевременных родов с каждым годом растет. И несмотря на медицину, которая идет вперед, важным у врачей является моральная поддержка родителей. Работа на самом деле очень тяжелая. Очень большая работа с родителями проводится, не только с детьми. Потому что родители, как правило, к этому не готовы. Родопреждевременно это, как правило, для всех стресс большой. Мамы не знают, куда бежать, куда бросаться, что делать. В этот же день в роддоме организовали акцию под названием «Я свяжу тебе жизнь». В проекте участвуют женщины, которые безвозмездно и собственноручно вяжут маленькие вещи для рано рожденных детей. Первые плеты, шерстяной ткани, носочки, шапочки, жилетки и игрушки. Все это передают мамам в роддом. Уже подсчитано, что примерно около двух миллионов обыкновенных женщин, рукодельниц, которые нашли свое хобби вязать, вот в такое перевели доброе благотворительное русло. И вот такие крохотные изделия, первый маленький гардеробчик для малыша, поспешившего появиться на свет, сегодня очень многие понесут в свои родильные дома. После торжественной части подарки отправились к малышам. Такие сувениры детям передают ежегодно. Они создают не только уютную атмосферу в детских инкубаторах, но и помогают быстрее поправиться.